Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! 12-й чемпион мира Анатолий Карпов на протяжении всей своей длительной шахматной карьеры, играя белыми, весьма удачно действовал против варианта дракона социлянской защиты. Стоит хотя бы вспомнить его раннюю и очень знаменитую партию против Евгения Гика, которая обычно открывает сборники лучших партий Анатолия Карпова. Но сегодня мы с вами рассмотрим очень важный со спортивной точки зрения поединок, который состоялся в последнем туре Всемирной шахматной олимпиады, проходившей в Дубае в 1986 году. Утратив чемпионское звание в матчах против Гарри Каспарова, Анатолий Карпов на этой олимпиаде играл на третьей доске в составе сборной Советского Союза. И вот в последнем туре сборная СССР боролась за первое место с крепкой сборной Англии. И играя против Польши советским шахматистам, нужно было во что бы то ни стало побеждать своих соперников, причем с крупным счетом. Поэтому играя белыми против Александра Шнапика, Анатолий Карпов, конечно, настраивался только на победу. В итоге получилась очень красивая и важная с теоретической точки зрения партия, которую Анатолий Карпов провел в своем лучшем стиле. Итак, Е4 сыграл Анатолий Евгеньевич, в ответ последовало С5. Конь Ф3, Д6, Д4, разменялись, конь Ф6 и конь С3. Ж6 играют черные, таким образом у нас получается вариант дракона с ицелянской защиты, ну а Карпов ставит слона на Е3. Слон Ж7, Ф3, рокировка, ферзь Д2. Конь С6 и слон С4. Черные играют слон Д7, а белые делают рокировку на ферзевый фланг. Конь Е5, нападая на слона, тот отходит на Б3, ладья С8, Х4. И в этой позиции черные применяют ход Х5. С определенного момента этот ход стал главным защитным ресурсом черных на королевском фланге. Дело в том, что сейчас провести Ж4 белым не удается, так как это будет обязывающая жертва пешки. Ну а для того, чтобы подготовить атаку на королевском фланге, нужно потратить время, которое черные используют для подготовки атаки на фланге королевском. Здесь Анатолий Карпов делает ход слон Ж5. Занимает ослабленное ходом Х7, Х5 черное поле. И шнапик здесь играет ладья С5. Это продолжение Генны Сосонка. Идея хода состоит в том, что слон ушел с диагонали Ж1, А7, и ладью на поле С5 можно расположить без опаски. Идея в том, чтобы пойти Б7, Б5, готовить таким образом шнапик данное продвижение, а также после отхода ферзя можно сдвоить ладьи по вертикали С. Подробный анализ этой партии, а также все вехи эволюции варианта дракона во второй половине 20-го столетия вы сможете найти в прекрасной книге Гарри Каспарова, которая называется «Дебютная революция 70-х». Здесь же мы с вами рассмотрим основные и самые красивые варианты, которые касаются именно этой партии. Анатолий Карпов сыграл король Б1. Это очень важный ход, профилактика, и в то же время черные должны высказаться. Б5 играет шнапик, готовит атаку на ферзевом фланге, ну а белые играют Ж4. При наличии слона на Ж5 этот ход выигрывает в силе. После взятия на Ж4 следует ход Х5. Белые не тратят время на взятие на Ж4, а просто хотят вскрыть вертикаль Аш. Впоследствии в этой позиции одним из главных защитных ресурсов стала типовая жертва качества. Ладья бьет С3. Именно так сыграл Илья Смирин против Зигруда Ланки в 1989 году. В этом положении лучше забрать ферзевом, но в той партии было БЦ. Получился очень яркий и короткий поединок. Давайте досмотрим его до конца. Конь бьет Ф3. Сыграл Смирин. Конь бьет Ф3. Конь Е4. Удар по ферзю и пешке. И после отхода ферзя на H2 черные ставят шах. Король С1 и ферзя 5. Атака черных ничуть не слабее атаки белых. HG играет здесь Зигурд Сланка. И после взятия на А2 слон А2 партия заканчивается вечным шахом. Ферзя 3. Король Д2. Ферзь С3. Конечно на отход короля на Е2 последует взятие на Ф3 с шахом. Поэтому король С1. И партия завершилась в ничью. Но наш поединок только начинается. И все интересное впереди. Конь бьет H5. Сыграл Шнапик. Конь Д5. Посмотрите. Сейчас пешка на Е7 под ударом. Черные защищают ее ходом ладья Е8. И Карпов жертвует качество. Забираем и ферзь H2. Как пишет сам 12-й чемпион мира. Эта позиция была критической. При домашнем анализе и подготовке к этой партии. В этом положении уже впоследствии стали применять ход ладья бьет Д5. Все-таки так или иначе качество черным в этом варианте жертвовать нужно. И после взятия на Д5 ферзь Б6. Конь Ф5. Забираем ЕФ. Ладья С8. ФЖ получается очень острая позиция. Она случилась в партии Матылева против Михалевского в 2009 году. И здесь лучше всего черным забрать на Ж4. Это анализ. Не то, что случилось в партии. Но анализ весьма интересный. После слон бьет Е7. Ж3. Вот такое отвлечение. Ферзь бьет Ж3. И ферзь С7. С ударом по фешке С2. Это угроза Мата в два хода. Ну а также по слону. Нужно играть ФЦЦ3. И черные тонко отходят ферзем на Д7. Продолжая контролировать слона Е7. И защищая ладью. В то же время нападая на ферзя соперника. Ферзь Х3. Ферзь бьет Е7. А белые отвечают вот таким вот тройным нападением. Вскрыто нападение на ладью. А также пешечная вилка. Черные играть ФД7. Ферзь Ж2 с угрозой Мата. Ферзь Ж4. Также двойной удар. Взяли-взяли. ФЖ. И получается вот такое примерно равное окончание. Но в данной партии Шнаппик сыграл иначе. Он пошел ладья С4. Довольно оригинальное решение. Как мы видим он не прочь пожертвовать качество. Но при этом отдать свою ладью не за коня. А за слона соперника. Этот 19-й ход черных является очень серьезной. Практически решающей ошибкой. После которой атака белых развивается беспрепятственно. Карпов забирает на С4 и после хода БЦ бьет на Х5. Черные играют Ф6 атакуя слона соперника. Но Карпов не отходит, а контратакует коня, который держит белые поля на королевском фланге. В этой ситуации черные перед очень серьезным выбором. Если сыграть Е6, попытавшись атаковать еще одну фигуру белых, то забираем на Ф6. После взятия бьем коня и на взятие на Ж5 следует Ферзь Ж6. В зависимости от отхода черного короля, его добивает белая ладья. Ну а если в этой позиции сыграть ФЖ, то следует взятие коня. И на взятие пешки ладья Х1. ЕД и здесь белые атакуют Ферзь Х7. Дальше ладья Ф1. Забираем на Ж7. Слон С6, Ферзь бьет Д4. Главная проблема черных, это конечно их слабый король. То ли после взятия на Д5, то ли без перехода в тяжелофигурное окончание. Черные будут здесь конечно же в очень и очень непростой ситуации. Потому что слабость короля носит хронический характер. Поэтому здесь черные отказались от взятия слона. Они в то же время не хотят оставлять коня под боем. Поэтому отскакивают на Ф7. В этой позиции заслуживал внимание ход ладья Х1. Дело в том, что после взятия следует Ферзь Ж6. С идеей ладья Х7 и взятия на Ж7. И черные беззащитны. Ферзь А5, попытка контратаки. И ослабляется первая линия после ладья Х7. Белые просто перекрываются ходом С3. Конь Х8, Ферзь Х7 и король Ф7 ФЖ. В этом положении черные долго не протянут. Но все-таки Карпов не был бы Карповым, если бы не сделал в этой позиции типично карповский ход слон Х4. Он никуда не спешит. Понимает, что у черных нет контр-игры. И продолжает атаку при материальном равенстве. В этой позиции ход конь Х6 ничего не давал, ввиду Ф5. И белые завоевывают важные белые поля. Ладья Ф8, конь Ф4, слон Е8, конь Ж6 разменялись. В дальнейшем конь становится на Ф5 и фигуру на Х6. Черные удержать не смогут. Ну а после отхода этой фигуры следует вторжение на Х7. Поэтому черные пошли в Ферзь Б8 и на ладья Х1 создали угрозу мата. Но Карпов просто закрылся ходом Б3, Ферзь Б7 и далее Ф5. Все те же идеи. Коня можно поставить на Ф4. Черные сыграли конь Е5. И в этой позиции Анатолий Карпов внедряется на Е6. После чего шнапик просто сдается. Действительно удовлетворительная защита от угроз белых. Например, отскока слона. Скажем, слон бьет Ф6. И дальше шаха на Х7 не находится. Так как на взятие на Е6 последует хотя бы взятие на Е8 с шахом. И дальнейшей победоносной атакой. Поэтому-то польский гроссмейстер издался после хода Карпова конь Е6. Стоит отметить, что эта победа внесла важнейший вклад в итоговый разгром сборной Польши. От Советского Союза Гарри Каспаров тоже не подкачал, выиграв свою партию. И в итоге сборная СССР всего лишь на пол очка опередила сборную Англии в борьбе за первое место. Надеюсь, что данная партия оказалась для вас полезной, интересной. В этом случае не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.